Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Автор издания The National Interest усомнился в защите современных российских танков. В материале о противотанковом ракетном комплексе ПТРК FGM-148 «Дживелин» Себастьян Роблин предположил, что характеристики танков Т-72БАЙТА-3, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 недостаточны для защиты от противотанкового комплекса из США. Роблин отмечает, что российская сторона осведомлена о возможностях «Дживелин». Доказательством этого служат новые системы защиты российских танков, включая динамическую защиту «Реликт» и «Малахит». Последнее используется на танке Т-14 «Армата». Считается, что «Малахит» способен защитить бронетехнику от атаки ПТРК при угле подлета до 60 градусов. Это позволит защитить танк от снарядов, атакующих сверху. Также автор упоминает комплекс активной защиты «КАС-Афганит», который может разрушать подлетающие снаряды защитными боеприпасами и выпускать дымометаллические аэрозоли, маскирующие танк от каналов наведения ПТРК. Роблин считает, что новейшие ИК-датчики американских ПТРК способны различать цель даже сквозь облако завесы и могут отличать вспышку от первоначальной цели. Также автор сомневается в способности «Афганита» разрушить ракету «Дживелин», которая летит к цели сверху. В качестве аргумента Себастьян Роблин приводит расположение пусковых установок разрушающих элементов «КАС» почти горизонтально под башней. По его мнению, это не позволит защитить танк в верхней полусфере. В завершение материала автор The National Interest подчеркивает, что подобное сравнение условно по причине отсутствия данных тестов российских систем защиты на обстрел ракетами «Дживелин». Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.